МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тех, кто помогал ему в различных конкурсах, верил и поддерживал. Особой благодарности заслужил Виктор Гусев, которого Михаил назвал проводником в этот мир. Корреспонденты комсомолки напоминают, что Миламед начинал свою журналистскую карьеру в Барнауле. Несколько лет он был ведущим передачи «Чемпион». Барнаульский планетарий попал в стихотворную рифму. Сергей Шнуров, пишет Политсибру, посвятил несколько строк тому факту, что здание креста Воздвиженского храма, в котором долгие годы находился планетарий, и вскоре перейдет в собственность Русской Православной Церкви. Стих Шнур опубликовал на своей страничке в Инстаграм. Прочитать его теперь можно и на Политсибру. Новый год близко. Информационный портал ТОК публикует информацию, где и как планируют провести новогодние корпоративы жителей Краевой столицы. Так вот, 42% опрошенных сообщили, что их корпоратив пройдет в кафе или ресторане. 16% наступления Нового года отметят в офисе, 10% и вовсе просто посидят в тесном кругу с коллегами на работе. Случались ли в рамках подобных празднований нештатные ситуации, после которых сотрудников увольняли, читайте на толке. И в продолжении новогодней темы. Оказывается, в крае накануне самого любимого праздника собираются продать 28 тысяч елей. Журналисты Бийского рабочего со ссылкой на Министерство природы региона объясняют, откуда берется ассортимент елочных базаров и напоминают об ответственности за незаконную рубку деревьев. Особо неравнодушные жители Республики Алтай переживают, что их аэропорт назовут именем Николая Рериха. И не потому, что его не любят, пишет московский комсомолец на Алтае. Они считают, что воздушный порт должен носить имя человека, который реально внес лепту в развитие республики. Конечно, кто такой Григорий Чорос-Гуркин, россияне узнали только сейчас, но в Республике Алтай его имя уважают, за то, что он сделал для этого региона. Так кого жители обвиняют в накрутке голосов за Рериха, узнаете со страниц московского комсомольца на Алтае.